И все ли со мной, и очисти мы от всяких скверных, и спасти блажет души наша. Батюшка, благословите нас. Благословение Господне на вас, того благодати человека, любви всегда на непреснях и веков. Аминь. Спасибо, Христос. Морите сегодня, беспрестанно молитесь. Семикратно в день прославляйте, написано. Какая тема? Слушай, ну какая у тебя тема? Ну, брат поступил, давай, учеба. Давай, подвигай, что нужно? А, вот так? Итак, Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стиха. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Толкование. Иисус начал проповедовать со времени заключения Иоанна, потому что ждал, чтобы сперва Иоанн засвидетельствовал о нем и приготовил для него путь, которым ему надлежало идти. Подобно как рабы приготавливают путь своим повелителям, будучи равен Отцу, Господь имел в Иоанне своего пророка, так же, как и Отец его, и Бог имел пророков до Иоанна. Впрочем, Иисии были пророками как Отца, так и Сына. Царство Небесное есть и Христос, и добродетельная жизнь. Ибо когда кто живет на земле как ангел, не небесный ли он? Итак, в каждом из нас есть Царство Небесное, если живем по Евангелию. Вот так учиться, учиться и учиться завещал нам Господь наш Бог. Сейчас комментарий Игнатий Тихонович Латкин дает на слово проповедовать. Искупленное чадо Христа всем сердцем, поверившее в то, что Иисус умер именно за Него, принесшее покаяние за все прошлое и принявшее крещение для оставления грехов, омывшееся от скверной святой купели, из мертвых ставшее живым, не может не проповедовать. Будь это даже совершенно неграмотная больная столетняя старушка. Ничего себе, больная столетняя старушка, совершенно неграмотная. Слышите, чадо? И всем надо проповедовать. Мне кажется, больная столетняя старушка ходит намного хуже, чем самая маленькая у вас, сидящая за столом. А остальные-то уж точно бегают, как лани. Некоторые, как коди. Вам только надо Евангелие еще на седла возложить, чтобы... Только вы же не остановитесь, пробежите все улицы. Так, кто сегодня хочет на благовестие съездить? Тарасий? Тарасий хочет. А где мамы? Я тоже. Кто хочет? Ты тоже хочешь? Ничего себе. Так, ладно, подумаем. А Фрося подняла. Фрося подняла руку? Нет, по-моему, Фрося она просто карандаш вот так переложила и все. Вот все глазелки забегали. Так, вот это даст бабушка нас как. Деяние 22.16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Одно из самых страшных наказаний для возрожденной души никому не рассказывать о Искупителе Иисусе Христе. Деяние 5 глава 28 стих. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека? Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Мы во всем должны подражать нашему Господу Христу, смотреть на Него через Слово Его, чтобы уподобиться Ему во всем. Евреям 12.2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предвижащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления, и воссел одесною престола Божия. Наш Господь сразу после крещения, как говорит Матфей, начал проповедовать. Мы дети Его. Если мы искуплены им, то не должны никого на земле слушать так, как нашего Спасителя. Если нас не учат в храме Евангелию, то мы обязаны изучать его самостоятельно по толкованию святых отцов. Нужно собираться вместе с единоверными, читать Слово Божие с толкованием блаженного фефилакта. И жизнь наша будет стремиться идти по евангельскому пути. Так, евангельский путь. Вот сейчас у нас пост идет, приуроченный к самым таким дням-то летним. Вот так вот Господь сделал для нас радость такую. Чтобы можно было спокойно причащаться. Он раз у нас сегодня уже причастников сколько много. Еще бы одну неделю, глядишь, и все бы еще причастились. Так что очень важное дело евангельская жизнь. Евангельская жизнь нужно наблюдать за всеми путями Божьими. Господа Иисуса Христа. Многие не любят праздники. Говоришь, вот, соседке говорю, своей. Я говорю, сейчас же пост начался. А эти праздники уже замучили. Когда работать-то? Я говорю, пост. Пост это наоборот, не то, что праздник. Ну, праздник как бы, и нельзя-то сказать, что праздник. Скажи, праздник действительно, когда работать. Я говорю, в пост-то как раз и работается. Да? Я говорю, ну да, праздник-то только один день. А постов 14. Ну, 13. А потом праздник. Вот. 28 праздник. 14 мы уходим на пост, а 28 праздник. Вот тебе и все. Две недели и праздник. Но это этот пост, он поменьше. Но правда он и строгий. Сегодня смотрю, и рыбу уже можно, да, оказалось? Да. Ну, вот, хорошо, что на тропезе-то присутствовал. То бы и даже... Потому что это так, он исключительно строго идет. Чтобы не было растительного масла. Ну, так вот. Это все пути, да, все Христовы пути. А Христос-то не так постился. Христос не ел и не пил и 40 дней. А нам-то цветы уже через Господа нашего апостола оставили пост изменения в пище. Вот так вот. Даже собачники своим собакам, там, в неделю, там, или в две недели раз делают, говорится, это, разгрузочный день, да, не едят собаки. А нам даже Господь дал, кушайте все, кушайте. Ну, для того, чтобы мы поняли и осознали, что мы есть, и как идти по пути Христову. Ну, как вот пойти по такому пути? Ну, скажите мне. Чадо, как нам пойти по такому пути? Вот видите, Христос лежит. Вот чего вот лежит он, чего? Почему он лег? А? Устал? Упал, не сказали. Упал. А от чего упал-то? От страдания упал-то, от страдания упал-то. За наши грехи. За грехи наши он. Лежит-то здесь вот. Мы постоянно должны это помнить, что кровь Иисуса Христа очищает нас от церковного греха. Везде, где он ушел, везде пролил свою причистую кровь. На кресте особенно. Тут такие часто, там, что-то, вот, мирские люди любят, там, говорить, вот это копье, копье Лонгина. Сотника, которым праводал он, правый Бог Господа, чтобы проверить, мертвый он или нет. А все неверующие говорят, что вот этот Лонгин, он хорошее дело совершил, он добил Иисуса Христа. Так и говорят, добил. Такое впечатление, что как бы надо было раненого добить, а он такое облегчение ему сделал, добил. Как часто это упоминают они? Первый раз. Ага, вот такие вот, ребята. Вот копье Лонгина, одно освященное смертью Христа, оказывается. Прекратил его страдания. Угу. Да. Так он же умер, по факту, да? Когда он его проникал. Ну, конечно, умер, ну, естественно. Ну, то есть, по пути Христа надо идти. Очень важно, все до конца значимо написано в Евангелии. Тут и написано. Проповедовать-то что? Проповедовать Евангелие. Как вот в Евангелии написано все. Будем даже больше говорить. Евангелие это слова спасения. Но в эти слова вошли слова уже даже не Христа, а его действия. Потому что он уже ничего не говорил. А описывается только в последние мгновения его жизни. В последние часы, в последние минуты жизни Христа. И это все Евангелие, это все добрые слова. То есть доброе слово для нашего спасения. Которое все мы должны знать до конца. Что он умер, он умер. И спустил дух написано. Вот так. А разбойники, да, еще не умерли. Им перебили кости. А почему по пророчеству написано. И кость его, да, не сокрушится. А Лонгин, да, подъехал, проверил. Есть такое дело. Проверил, только лишь проверил. И стекла написано. Кровь и вода. И Иоанн говорит, еще раз повторяю вам. И стекли кровь и вода. Он был уже мертв. Поэтому мусульмане всеми глубочайшими внутренностями своими так не хотят, чтобы Христос умер. Почему? Им никак нельзя объяснить путь Христов. Как сегодня вы толкование читали на преображение. Потому что, говорит, Петр так говорил, чтобы остались там на горе-то трекущие. Чтобы Христос не пошел на казнь. Потому что он думал, что крест это позор. А крест это не позор, а величие и слава. Вот что. Это сила Господня. И без этого креста никак спасения человека не будет. Поэтому нам с мусульманами, ну, невозможно никак по пути пойти. И вот пытаются научить детей, как правильно относиться к мусульманам. Относиться к мусульманам правильно нужно так. Чем дальше от мусульман, тем лучше. Потому что непонятно, кто из этих мусульман станет террористом. Сейчас он нормальный-нормальный, мирный. А потом прочитал Коран. А в Коране написано, неверных убивать. Меч по шее. И все. И начинается терроризм. Поэтому, когда мы можем попасть под это? Вот так Господь нам сделал. Для молитвы наше, чтобы мы молились. И почаще. Везде. Потому что, глядите, сколько этих террористических актов. Вот у нас не так сейчас, можно сказать. А вот недавно. В Сирии. В Ираке. Даже в Иране они. И то проводят террористические акты. Ну, обычно в Сирии, в Ираке. Взрывают сотни людей. И люди идут откуда? Из мечети. Батюшка сегодня как раз говорил, что ни на кого не нападают. Если там из церкви идут, там с праздников. А у них прям в мечеть идут. Да более того. И православные храмы взрывают в Сирии. Люди собираются в церковь. Взрывают. Вот оно, мусульманство. Вот оно, неверие в путь Христов. Ну, и с ортодоксальными мусульманами, когда я общался, они осуждают вот этих террористов, скажем так, грубо говоря, косящих под исламистов. Они говорят, это просто бандиты, прикрывающиеся религией и исламом тем же. Ну, вот так вот мне говорили. А ты Коран сам читал? Нет. Ну, вот если ты сам Коран бы прочитал, то там больше 30 раз, ну, приблизительно около 40 раз, 37 или 39, сейчас не помню, написано, что Мухаммед призывает, Аллах и Мухаммед призывают убивать неверных. Если ты не мусульманин, ты неверный, тебя убить. А потом дает градацию Мухаммед, ну, через Аллаха так же. Градация. Я считаю, что евреи и христиане, это люди Писания, у них есть Писание, у них там какие-то законы, они как бы получше, чем язычники. Язычников тех сразу резать. И говорит, как резать? И если, говорит, ты не увидишь его, то ты вопроси Аллаха, вопроси вокруг природу. И если за скалой сидит еврей, то камень крикнет тебе, за мной, за мной этот неверный. Приди и меч по шее его, меч по шее его. У них все так красочно расписано, как убивать. Все, меч по шее. Чего они головы-то режут? Откуда у них пошло? Чего русские головы не режут? Чего французы не режут головы, американцы? А эти, мусульмане. А потому что написано, главная голова. И самое интересное, в Жития Святых читаем, и даже у язычников было. Сколько раз брать, там, Жития Святых, там, это, Анфима, этого, египетского. Когда на него плиту бросили уже сверху, с высоты, его полностью раздавило. И он встал, раздавленный весь, говорит, глаза вот так вот выпали у него, все. И шел, и поет псалмы. И подошли к нему, а голова у него болтается на одной жилке какой-то. И обрезали эту жилку. И вот когда только обрезали эту жилку, голову отделили, тогда он почил. Сколько раз было, когда святые берут отрубленную голову и идут куда-то там на холм, там, сколько-то миль. С головой, с отрубленной еще. А если уж голову не отрубили, то Георгий Победоносец, он три раза умирал, пока уж не отрубили. И в гашуной известии полностью изрезали его всего, и все, не умирает и не умирает. А вот голову раз, и умирает, как бы, понимаешь, в чем дело? Откуда это вот? Я думаю, что это очень сильно вот у них связано, у этих мусульман, именно с житиями святых. Что? Голову не отнять, и человек будет жив. Какой? Праведный Богу, человек, Христу, Богу, Отцу, Троице, праведный. И он сразу голову, а раз, сразу голову, голову, именно голову. А как-то голова, как-то это страшно. Все говорят, вот, это остается запечатлено на веки. Когда первый раз видят человека без головы, говорят, запечатлевается очень сильно. У некоторых прям внутренние катастрофы происходят. С ума сходят люди и так далее. Преследуют призраки там, все это. Но только не в святых. Святые это всегда радость, всегда мир. Вот как здесь написано. Я хотела бы ответить про мусульман. Я имела такую неосторожность. Пригласила, мне нужно было, у меня домик там сгорел. И там некоторые эти, они помогли мне сделать. Просто он в нашем доме снимал квартиру. Мусульманин. И он пригласил молодого. Ему было 40 лет, этому степену, такой, все, с детьми он тут. Я ему поговорила, вот, я только с молодым. Я электрик, а он все умеет быстро делать. И вот они когда пригласили, и я, где-то они дня 3-4 у меня работали. И когда вот я принесла кушать кем-то, там, что-то там, пироги там напекла, они поели, и я села, ну, я, они не стала, вот так вышли, а я села и стала есть. Ну, поела, перекрестилась, помолилась. И они захохотали как-то так. Я говорю, а вы что смеетесь-то? Он говорит, смешно. Я говорю, благодарить Богу, это разве смешно? За то, что он пищу, да, вот я покушала. Пожилой вот, который вот, ну, не пожилой, а 40 лет ему, он говорит, какой-то такой видит, и у него так, что внутри что-то так плохо, а молодой ничего, сидит нормально. Он как-то так забеспокоился, забеспокоился и говорит, а вы знаете, что мы вас будем скоро убивать? убивать. Вот так показывает. А молодой-то ему раз, в коленка-то, прямо как-то ногой-то. Ой, вы не обращайте на него внимания. Я говорю, будете убивать? Ну, если он готов, воля позже будет. Если он вам позволит, будете убивать. И тем самым будете показывать, кому вы служите, что вы не Богу единому служите, а вы кому служите. Вот такое вот, понимаете, вот такое состояние. Вы сказали, что сатане вы служите, да и все. Так я не сказала, что сатане. Ну, я не сказала, не сатане, говорю, вы сейчас дьяволу служите. Вот правильно, дьяволу не служите. Дьяволу служите, им как-то это сильно. И этот парень молодой встал и говорит, вы его не слушайте. Ну, он так догнал меня, говорит, вы его не слушайте. Ну, я уже поняла, что с ним надо рассказать. Это чтобы вы не рассказали о них ворках. Говорился старый, а молодой ему рот закрыл. Да, конечно, да. Ну, он его прямо пнул вот так сзади. Я вижу, что он так ему это... И он как-то не выдержал, тот пожилый. Видно, он как-то вот более такой воинственный. А этот молодой его, в общем-то, утишил. И вот вы говорите, они благочестивые, с детьми, ходят вот на это самое... Не те, которые, вот ты говоришь, что они как бы бандиты какие-то, мусульманы. Ваххабиты будем называть. Да, к ваххабитам относятся. А эти благочестивые, ходят все, здороваются. Прямо такие. Я почему его и пригласила, потому что в возрасте, мальчик молодой. А он-то, оказывается, вот такой... Это то, что вы перекрестились. Если бы не крестились, ничего не было бы. Не проявили бы себе христианские качества. Его бы сатана не посетил просто, и все. А так, нужно было вас запугать. Вот и все. Он не должен себя раскрыть. Они тут до конца этими ячейками живут. Готовят какие-то теракты. Они как вот эти в Гермарте Уэллсе-то... Внедряются. Внедряются. А потом, хоп, только, и вот они здесь, эти треножники. Также они тоже, они внедряются. Сколько их в Петербурге постоянно раскрывают? Десятками их секты. Мелкими сектами живут. Вот как вот... Сколько... Тогда читали про шахидов-то. Как, говорят вы, у них все четко нам... Это как раз намаз, намеку. Знаете же, что у них везде, вот там в Саудовской Аравии, в Эмиратах, везде, куда бы вы ни поехали, у них везде навигационный прибор. Вот во всех телевизорах у них везде навигационный прибор. И там компас. И он показывает, куда? На камень Кааб. В Метке. Да, в Метку показывает на камень Кааб все время. Навигатор. И вот они едут в автобусе. Автобус остановился в 5 часов, допустим, вечера. Они все вышли, и они все видят там телевизор у них там, и видят, куда показывает стрелка. И они все туда становятся, коврики расстилают уже, и молятся на это. И в самолетах у них то же самое. Вот так, вот так. Организовано все. И то, что там есть, которые против терроризма, есть, которые за терроризмом. А с другой стороны, бич божий. Сколько абортов делается ежедневно. С на этой земле, так называемый Святая Русь, так называемый. Аборты, все, кровь льется каждый день. А они бич божьи. Тогда так надо разуметь. Конечно. И так совершенно верно разуметь. Это, видишь, для кого, опять же, для нас, мусульмане, это только кладезь просто проповеди. Ты пошел, проповедуешь им, у тебя они голову даже отрезали, и ты святой. Иди проповедуй, пожалуйста. А для безбожников, вот это страх и ужас настоящий. А ведь они идут против христиан. Они против христиан, они думают, что у нас Русь, она христианская. Ну, не все так думают. Я разговаривал, они говорят, да у вас такие. И они даже про себя знают. И говорят, да у нас-то, говорит, тоже, говорит, там есть такие. Я говорю, у вас пьющих-то нету. Вот, работал в том году-то, и там два дагестанца были. Махмуд и этот, нет, не Дзямсуд, Избудин. И Избудин подходит ко мне, а я в ночную смену. И где-то час ночи, там, смотрю, из темноты выдвигается, а у них участок через наш ладо проходить по дороге. Выдвигается такой, подошел, поздоровался, так уважительно всегда. Ему 30 лет всего, он так вот прям двумя руками меня возьмет за пальчики, вот так потрясет, вот так кланяется, такая бородка у него. Уважаемый, уважаемый, пойдемте немножко коньячку выпьем. Я хуя не понял, вы же вроде мусульмане. А это наш дагестанский коньячок, очень хороший. А правда у них коньяк очень хороший. У них настоящие коньяки. Ты пригубился? Соблазнился. Вы представляете, куда, чтобы дойти? Ну, если бы я был, может, на таких веселых ножках, я бы, может быть, еще пробежался. Ну, куда дойти? Вы посреди ночи, у меня тут работа, механизмы работают. Мне нужно за всем следить. Там несколько экскаваторов, машины вот туда-сюда ходят. Я говорю, ты смотри, сколько у меня всего там свет, как днем. Вот так раз, фары, опять темно, опять хоп, фары, вот так прям глаза не выдерживаю. И он такой нарисовался, давайте, давай. Я говорю, нет, нет, дорогой, ой, а зря такой хороший коньяк. Я говорю, вы же мусульмане, вы мне тут доказываете Аллах, на арабском языке цитируете Коран наизусть. А почему? Да потому что пути Христа нету, нету мотивации, как говорят, нету на основании. Ну, ничего радостного-то нету у них, ничего радостного. Ну, просто, ну да, с сегодняшнего дня я начинаю делать добрые дела. Ад сорвалось, опять с понедельника, со следующего опять сорвалось. Слушай, так у тебя через месяц должен уже такой пессимизм настать. А здесь, вроде бы ты и хочешь, чтобы сыр сорваться, а потом посмотрел, просто вниз посмотрел, ад вспомнил, наверх посмотрел, вспомнил Господа Саваофа. И посмотрел туда, там иконы у тебя, Христос, и там святые, там мученики, и так, и все. И тебе уже не охота никаких сливов. И главное, Господь тебе силы дает сам. Вот чем делаешь. Силы Господь дает. Ну, если ты начал уже думать об этом, это ты уже молишься. А у них-то нету никого. Ну, Мухаммед, кто такой Мухаммед? Воевал-воевал в сражении, убили. Сколько там жен взял себе? Ну, что, ничего нету. Ты, давай, продолжим. Продолжим чтение. Мы как бы отошли просто от этого. Ну, очень уж. Это тема. Христос, крест и сегодняшние события. Четвертая глава, Иван говорит, моя 18-19 стихи. Иван говорит, Матфея. Проходя же близ моря Галерейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петру, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Толкование. Блаженый. Симон, Петр и Андрей были ученики Иоанна. И еще при жизни Иоанна видели Христа и слышали о нем от Иоанна. Вот агнец Божий. Но когда увидели, что Иоанна связали, они опять возвратились к рыбарской жизни. Так Иисус, идя около моря, и уловил их. 20 стих. И они, тот час оставив сети, последовали за ним. Толкование. Они прежде при жизни Иоанна слушали Христа, но оставили его. А теперь, увидев его, тот час опять последовали за ним. То есть вот как все происходит. Как говорят обычно. Вот только там Христа увидели, Христос сказал, а они пошли. Ну не совсем так это было. Ученики. Ну это как бы сказать. Вот как у нас космическое дело возникло. Космическая программа. Не сразу же залетели. Были разные помощи. Во-первых, были сначала построили реактивные ракеты. Построили это вот эти вот. Катюши знаменитые. Потом у немцев взяли технологию большой ракеты. Большой ракеты. То есть уже инженерный состав был. Все чертежи. И только после этого. Потом самолеты были хорошие у нас еще. Ну я говорю про Советский Союз. Авиация. Да, авиация. То есть уже были инженеры, кадры были. И только после этого уже поехали. Гагарин там сказал, в 61-м вы полетели. Оказалось бы так это посмотреть. Ну все, космос. Все, война, космос. У нас как, в 45-й конец войне, в 61-й в космос залетели. Вы понимаете? 16 лет прошло после войны. Человек залетел в космос. У нас не все города еще были отстроены после войны. Еще Сталинград отстраивали. Как раз в тему, надо упомянуть, что готовились к новой войне. И Гагарин полетел на боевой ракете. Но боеголовки не было. И Королев в момент поймал. Говорит, мы же сроки хотим послать. Гагарина посадили вместо боеголовки и отправили. А он вернулся же. В 69-м уже собаки летали. Ну, то есть, вот о чем. То есть, не все, и здесь тоже говорится, что нет, не так, что только Христа увидели и вдруг пошли. Как бы не надо этих чудес таких вот необыкновенных. Господь подготовил все. Большее чудо было, как воспитался Иоанн в пустыне. До того, что безбоязненно вышел в такой вот лохматой одежде своей и на переправе, там, где люди переправлялись, там, через Иордан, встал и начал проповедовать людям. И люди на ту сторону-то переправляются, а его остаются слушать. А те с той стороны. Ни туда никто не идет, ну, в сторону, через Иордан, этих, за Волуна и Днефалима. Ни в эту сторону в Иерусалиме никто не идет. Все думают, интересно, а где народ-то? Шли-шли, день нету, второй. А они слушают проповеди Иоанна. Почему? Люди соскучились, соскучились поистине. Вот почему такие толпы Игнатий Тихонович собирал по тысяче человек в зале? Негде было стоять несколько дней. В коридоре стояли. А потом рассосалось все. И все. Почему? Истину хотелось слышать. В девяностом году, в девяносто первом году хотелось услышать о Боге людям. Потому что слышат звон, а не знают где он. Если баптисты были убийцами детей, пятидесятниками, изуверы. Нам постоянно показывали фильмы про пятидесятников, про баптистов, как их там погребать, детей прят, толкали туда. Бедный ребеночек там бежит, там убегает. А эти такие бородатые там все бегают за ними, там хватают их и тащат на молитву. А где такие фильмы показывают? Ночь над чем? По телевидению? По кино, прям целыми. Ночь над Брестом все четко. Целыми школами у нас прятали. А ты что? Тучи над Грозным, что ли? Нет, на Борском. Да, типа такого, тучи над Борском, что ли? Да. И так страшно, и все, и тут вот по восточной, где я сейчас живу, я-то только туда, в гору живу, а мы жили около пивоварки, прям около вокзала, прям в следующий дом. А первый самый дом на краю, там Зеленины жили. И у них Андрей был, он был моего возраста. И в один прекрасный момент ко мне пришли и сказали, ты не играй с Зелениным-то, Андрюшки. А что такое? А у него родители-то и бабка, верующие. Они детей там кровь пьют, заманивают к себе. А бабушка-то у него постоянно нас чем-нибудь угощала. И я такой, в следующий раз она угощать, а я думаю, напряться. И он обиделся, Андрюшка, на нас. И не выходил, не играл с нами. Вот так. То есть, да, отреклись, просто сказали взрослые, все, а кто там такие верующие? У меня глаза. И еще говорили, в Бийске, когда я жил, а там стадион, и сразу рядом этот храм-то. Ну, там Никольский, по-моему, да? И нам сказали, если мяч перелетит за церковную туда ограду, а там прямо вот они рядом, и мяч часто улетал. Вы туда не лазите. Там такие бородатые, ну, там, попы, или как, я не помню, как называли. Они вас, говорят, уволок вот туда. И он же такой красочный, ну, стоял, ну, всякий. А тут уже такие черные дыры, там, кажется, какой-то там пещера, это, дракона какого-то. И мы так боялись этого. И играли подальше от забора всегда, чтобы мячик не улетел. Горя там в саду. Так что, это было не за горами все. И хотелось очень знать истину-то и правду. А истина и правда оказалась, так это... Наоборот. Нет, не попы плохие со Христом. Это мы. А, мы плохие-то. Мы неправильно что-то живем. Нам меняться надо. Не все. А мы думали, перестроим храм, что-то там его покрасивее сделаем, да такой двенадцатиэтажный с лифтом, что-нибудь. Нет, оказывается. Да и перепишем Евангелие под себя. Что там, что попало? Посты какие-то? Жри сколько хочешь. Гуляй где хочешь. Нет? Ешь, пей, веселись. И все. И все, когда узнали, что меняться-то надо, родиться свыше, они не поняли. Люди не поняли, что такое родиться свыше, но они поняли, что это изменение их жизни. Отказаться от друзей, от того, что ты любил, сладко есть, много спать. Все это читать надо. Сейчас даже просто читать уже, читать, и то лень. Вон, смотрите, сколько мы Евангелий раздаем. И кто читает? Встречаешь там. А у нас есть. А вы читаете? Ну, некогда там. Ну, или кто-то отдал уже кому-то там. Вроде как отдал, значит, там-то точно читают. А читают, не читают, непонятно. Сколько визиток распространяется? Звонков-то? Те же в последнее время сколько звонков было? Ну, что один-два. Вот так. Один-два. Мне один и то. Бабушка, которая из двух слов какое-то она назвала. вы мне, пожалуйста, успокоить ее надо было, поговорить с ней. Вы со мной поговорите. Мне надо успокоение. Да. Может, Евангелие там уже у нее, вот так гора целая, 15 штук. Она не знает, где успокоение найти. А успокоение, вот Христос пришел. Вот позвал. Они через Иоанна нашли, который вообще непонятный человек был. И он только показал, говорит, вот Агнец Божий, Иоанн. И они так верили Иоанну, что пошли, конечно, за Христом. Но всего двое, опять же. Вот двое, двое, двое. Потом немножко еще собралось. Продолжим. 21-22 стихи. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев Якова Зеведеева и Иоанна, брата его в лодке, Зеведеем от собих. Починивающих сети свои. И призвал их. И они тот час, оставив лодку, и отца своего последовали за ним. Толкователь. Питать отца, и при том честным трудом, великая добродетель. Они были бедны, и посему, не имея возможности купить новых, чинили старые сети. Сам Зеведей, кажется, не уверовал. И поэтому они оставили его. Видишь, когда нужно оставлять отца. Тогда, когда он препятствует добродетели и благочестие. Увидев, что первые последовали за Христом, и они, сыны Зеведеевы, подражая им, тот час пошли за ним же. Ну, мы знаем, что там Иоанн. Иоанн был одним из тех, который пошел с Андреем за Христом. Поэтому он брату рассказал все Якову. И Яков поверил брату своему. У них родственные кровные чудо, тоже были сильные связи. Ну, что брат-то ему будет врать? Андрей пошел, сказал Петру, тот пришел. Иоанн пошел, сказал Якову. Яков пошел за Христом. Ну, так собрались родственники. Ну, а что теперь сделать? Как по-другому собирать? Господь поэтому и дал столько нам, женщинам рожать. А так бы одного рожали, и все. Как в Китае. Нет. Вон, братья Иисуса Христа. Они были нареченные братья и сестры. И уверовали, все пошли за Христом. Яков, он как пострадал. Помните, первый епископ Иерусалимский сброшен с крыши. Был растоптан там, истерзан весь. Праведник, говорит, колени, говорит, у него были. Как у верблюда, говорит, кожа. Вот так молился. Так праведник, говорит, святой, то есть, отошел. Вот это прозвище. Игнать Тихонович тогда сказал. Я, говорит, думаю, что Завидей верующий был. Поэтому благословил, чтобы они пошли. Они поэтому так легко пошли. И вот он, я, говорит, я так чувствую. Я думаю, тоже, если родители против, они могли и остаться. А скорее всего, возможно, что он даже... Это толкование, как бы, ну, толкует. Почему дальше-то не говорится, что Завидей где-то был рядом? Просто, ну, не говорится, и все. Ну, и так, других многих не говорится. Так что, ну, что ж. Конечно, хорошо думать бы, что Завидей верующий был. Идите, сынки. Может, конечно, Иоанн рассказывал и отцу своему. Тем более дружно так чинились эти. Хотелось бы, чтобы они не поссорились. Ну, мы знаем и другое место Писания. Враги твои домашние, да. Ну, помните тоже место из Писания, когда мать Завидея приступила к Иисусу и просила о своих сыновьях. Возможно, тогда родители Завидеям, братика, они думали, что он будет правителем. И да, благословили ты. Идите, будете рядом с правителем. Неплохо, да. Возможно, такая еще версия присутствовала. Неплохо. Так и было, сто процентов. Неплохо сказано. То есть, не за духовным чем-то они благословили своих детей, а именно вышел. И только маленький нюанс, только маленький нюанс, еще никаких чудес не было, и Христа еще никто не знал. Мы говорим это, он только начал проповедовать написанное, только пошел на прокрытие. Поэтому еще как бы ничего не ясно было. Все-таки не будем принижать силу Слова Божьего, которое Христос начал говорить. И силу, и силу истины. Правда приникнет с небес, истина придет с земли. С земли. Понимаешь? То есть, вот, вспомните себя. Вот я помню, когда я узнал истину, а истина была материальная, что Сталин, Ленин, это, кажется, разбойник из большой дороги. А верующие люди, это были нормальные люди, оказывается. А теперь подтверждение. Я сразу почему-то в это поверил. А почему? Да жизнь-то была плохенькая у нас, если на то пошло. Еды-то не было. Просто, чтобы какой-то колбасы купить, колбаса, сейчас даже Игнатин же бы засмеялся над этим словом. Надо было оставить очередь 3 часа, а то и 4. Ух ты! Пасха! Пасха думала, что дома. Да? Заснули. То есть, жилось-то плохо. И видно по всему было. Вот это вот то, что там не рассказывай, здесь не рассказывай. Ну, надо было уже понимать. Не знаю. Я лично уже все это чувствовал. Мне, чем больше фильмов про плохих белогвардейцев снимали, тем мне было интереснее узнать, кто такие белогвардейцы. Потому что один танк его превосходительства перевернул этот фильм, перевернул всю мою жизнь. Я, как увидал этих белогвардейцев с эппалетами в белых перчатках, и подумал. И посмотрел на комиссаров. Эти фуражки граммы, эта потертая кожанка, вечно смолозером, придурки с самокрутками. А те такие ходят. Даже пенсне. Как все величественно, я думаю. Так там погоны такие. Думаю, так это русские офицеры-белогвардейцы выглядят как сопер из какой-то. Они вообще как с икон сошли. Какие-то. А эти босоногие какие-то. Так и оказалось. Так и оказалось. Детское чувство мое первое не подвело меня. Оказывается, что я родился в семье бандитов, которые грабили всех, убивали. Мне говорили, что они хорошие. А те, которые там уже лежали кучами трупов, сказали, а это страшные люди были. Хорошо, что сынок-то их не достал. И вдруг, один из этих, не знаю как, но это силой божией, остался там кто-то живой. Или просто кровь текла по реке. И написала. Твои родители тебе все врут. Ты сам живешь в семье убийц и разбойников. Вот это истина. И вот эту истину увидели они. И эта истина перевернула их все. Они внутренне, по словам Божьим, потому что они читали Ветхий Завет. У них был Ветхий Завет, кстати. Нового еще не было. И они поняли, что истина в его словах. Он сказал немного слов. Но он сказал их так. И главное, что он пошел дальше действовать. И они не могли сидеть. Совесть, вот то, о чем мы сегодня читали, она их побудила действовать. Совесть. И она открыла их. Он действует по слову Божьему. И вы также действуете. И я думаю, что вот эти несколько слов, они и нас всех подняли, пойти не за Игнатием Тихоначем, не за батюшкой Игнатем, а за истинной правдой, которую мы услышали в словах Христа. То есть, когда пропой говорил Игнат Тихоновичу, батюшка служил, нас крестил, ну там где это все было человеческое? Мне казалось, что ангелы где-то вокруг. Вот такое у меня было. А когда первые службы были, у меня все было в розовом цвете. Я Марину спрашивал. Марина, а что там, розовые лампочки были? Она говорит, где? Ну, у Грояки. Нет. Я говорю, а что все розовое такое? Ну, розовый. И когда Люда пела, мне не нравится, как Люда поет сейчас. Ну, сейчас не нравится. Мне это так не нравится. А Люда тогда пела, Люда была на клей. Мне казалось, там кто-то подпевает, где-то там в вышине. Невероятно. Вот какая правда истина. А уж то, что Игнат Тихонович говорил. Я останавливаю брата и говорю ему. Помню, после какой-то там второй, что ли, как я сходил в январе 1996 года. Я спрашиваю, а как так он говорит про Алексея, человека Божьего? Что он не евангельский путь? Он же святой. Он говорит, ну, а как он поступил-то? Ты Евангелие-то знаешь? Вся Евангелие. Ну, еще бы я не знал. Я Библию от корки до корки уже раз семь прочел. Евангелие. Что-то понятно знаю. А он же меньше, чем ветки зовет. Конечно. Ну, и тебе как кажется? Ну, мне только одно. А что он убежал от невесты? Убежал куда-то, убежал где-то, бегал, потом прибежал. Потом родители, мать там плачет, умерла, короче, от несчастья. Отец тоже от горя там уже тоже умирает почти. А он это смотрит на это все, живет рядом с ними, что-то там молится. А где Христос-то заповедовал это делать? Бросать благочестивых родителей? Ну. И главное, ради чего? Мотивация-то какая? Царство Небесное. А Христос-то наоборот сказал, если ты не служишь своим домашним, то ты хуже неверного. Никто о своих, особенно. Не заботишься, написано. Не печется, не печется. Хуже неверного. А тут мать плачет при твоих глазах, ты в этой коморке сидишь на нее, смотришь. Господи, слава тебе, Царство Небесное будет. Мать сейчас тут от горя умрет. Очень хорошо, слава тебе, Господи. Ну, я не знаю, мотивацию его непонятная мотивация. Поэтому я вопрос задал, Алексей мне спрашивает. Ну, а ты-то как сам чувствуешь? Ну, ты Евангелие же знаешь, ну, знаю. Ну, давай по Евангелию. Я говорю, ну, а почему его святым сделали? Это другой разговор. Чем больше за нас будут рекламы, тем больше к нам пойдут. Все, нормально. А такие люди, они... Он один на все века. Больше такого не было практически. Ну, были там, конечно, которые... Когда мать приходила к Келле, он открывал его. Посмотри на мать. Он, что? На мать? Она женщина, я не могу на нее смотреть. Уберите ее отсюда. И тогда пошли законы за законами. Наши называются правила. Что если у тебя есть родители, никакого у тебя монастыря пока не доходишь их. Если у тебя есть жена, не бросать ради монастыря. Если у тебя муж есть, не бросать мужа. Дети есть, не бросать детей. Почему? Вот тебе твой монастырь с детьми дома. Сиди. Никуда не ходи. Поднимай их, чтобы они были верующими. Вот у нас Лена. У нее монастырь. Третья попытка. Дай Бог тебе силы. Спасибо Христу. Ну, а вот это у тебя самое лучшее, кстати. Да дай Бог. Дай Бог, да. Она сегодня, знаешь как, полностью пересказала все. Отвечала? 17-й. Вечером вчера занимались с ней во время службы. Прям я говорю, вот это, что же такое у нас преображение. Она тут же раз и все рассказала. Я говорю, вот это даже читать не надо ничего. Мы каждый день полтора часа занимаемся. Молимся по Библии с толкованием и обсуждаем это. Стараемся. Помоги Господи. Вот так вот и рассуждайте дальше. Ну, а не знаю, что такое преображение, что надо преображаться. Дети у нас знают это. Так что. Теперь только бы преобразиться им. Четвертая Матфея. Четвертая глава, 23 стихи. И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Толкование. Ходят синагоги еврейские для того, чтобы видели, что он не враг закона. Начинают с знамений для того, чтобы поверили его учению. Недуг есть долговременная болезнь, а язва непродолжительное расстройство в теле. Ну, то есть Христос все это лечил. Вот теперь вот это вот первое, и вот что он делает. То есть идут за ним четыре ученика его, и начинает он ходить по всей Галилее. По Галилее пока. Заходит в синагоги, написано иудейские, потому что он не враг закона. А куда там еще можно было ходить? Но евреи, они были народ такой, что в барах у них не было, кабаков они нет. Не пили, так как у русских это было там принято. Да и русские так сильно не пили. Ну, в общем, в синагоге ходил, потому что там учения было. Он приходил и там беседовал. А для того, чтобы люди его слушали, подкреплял это все, оказалось чудесами. Чего нам не хватает. А почему? Хостел Павел же сказал, что прекратятся чудеса. Ну, что там еще? Много чего он перечислял и останется. Представьте сейчас к нашему вот этому всю мировоззрению еще. И люди бы исцелялись. Где бы мы их увидели? У нас бы дискотек увеличилась и баров. В десятки раз сразу. Почему у нас так мало вот питейных заведений? Здоровья нету. Зеленый змей победил. Как они говорят? Батя у меня как? Так, я еще не выпил свою последнюю цистерну. Поэтому вот я вот тут убегаю. А какая у тебя цистерна? Ну, не знаю. Ну, какая это там цистерна у него уже. В борьбе с зеленым змеем побеждает зеленый змей. Выпьем же за наше могучее здоровье, что мы еще живые пьем. Даже невероятные просто у них тосты. Давайте за зеленого змея выпьем, да? Что еще можно с ним сражаться. Бьются. Не было ничего. А вот у евреев интересно было. У них везде были вот такие учебные заведения. Там были учителя свои. Причем были начальники синагоги. Видите, были. И причем проповедовать. Вот как сейчас у нас приехал, вот брат. Так, брат. У тебя есть что сказать? Давай, почитай местописание. Давай, скажи нам слово. Брат выходит, прочитал местописание. Какое-то, как Иисус Христос, помните? Открыл местописание, прочитал. Особо ниже рабов, да? Все. Истолкование. Все. Ныне же настал день сей. Вот это, да? Вот это толкование. Был такой у нас коробки каждый раз. Исполнился, да? Пророчество. Ну, вот так вот у них это. Интересно, вот я был у пятидесятников. Далеко, в Красноярске. И там знакомая была Игнать Тихоновича. И я его таки вот там отдавал. И я туда приехал пораньше, зная их. Он мне сказал, ты туда пораньше, приедешь там, поговори. И там присвитил у них Илья. Такой лысый, такой высокий. Крепкий такой. Семьдесят пять лет. Мужчина. Да, стариком никак не скажешь. Как вот Анатолий Кузьмич. Бритый, конечно же. Такой прям. И такой. Прям такой рубас у него. Вы скажете что-нибудь? Слово. Хорошо. Я говорю, ну я приехал за этим. Надо поблагодарить вот человека. Я говорю, хотел бы подарить вот ей. Вот это от Игнатия. Ее знакомого православного. Ну, хорошо. Я говорю, а сколько можно сказать-то? Ну, я говорю, минут десять-то можно. А вот сказать, а вот как Дух Святой даст времени, столько говорит. Сурово. И там было столько народу еще. Тут не шутят уже. Там прям зал такой. Ну, человек, наверное, столько точно. Хорошо, тут двое православных были, молился. Сейчас один уже умер. Татьяна с Николаем приезжали тут к нам. Ну да, говорил я. Уж и не помню, Дух Святой дал говорить. Я им рассказал о православии, что я в православии, потому что православие. Я местописание привел Иоанна, четвертую главу. Всю четвертую главу практически. Ну, не всю. Там, где говорится спасение от иудеев. Я говорю, православные, это иудеи. Хороший у вас тоже путь, я понимаю. И Евангелие у вас есть, и все. Но самаряне, вот они, не было от них спасения. От иудеев, сказал Христос. Поэтому вот, я среди иудеев нахожусь. И вам того же желаю. Так они, ну, меня поняли, потом подходили, благодарили. Ну, там одна только бабушка сказала, ну, зачем вы так, ну, нас как бы поручите тут. А остальные все подошли, поблагодарили. Я там рассказал о нашей общине, что вот мы благовествуем, там, как у нас там. Про Инотих, на что рассказал. Ну, в общем, так он много чего рассказал. А они все сидят, сидят как мыши. Ни жестом, ничем вот вообще не перебивают. Я иногда так на него посмотрю, он здесь, ну, за стол, такой у них, как капелька, этот, Ильята. И остальные вот так вот сидят здесь. А тут вот православные наши там, как это, за куток такой, как коридорчик. И они никто вот так сидят, просто ни вопросов, ничего. Ну, просто сидят, слушают и все. Редко-редко такое бывает. Значит, небесноватые. А они, 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 они пятидесятники старые еще. Не, не то, что они все старые. Там, ну, старики там все, там, ну, есть и молодежь и все. Но молодежи у них поменьше. А потом я был, вначале я был у пятидесятников, которые нео-пятидесятники. Новые. Которые от этих отделились. Ну, они как бы не сильно не противоречат друг другу. Но эти новые, там много молодежи уже. Ну, тоже есть старики. Но у стариков меньше уже. Но те в ДК собираются. А эти там на окраине города, где-то там, у них свой зал там построят. Ну, если интересно все. Так, давайте дальше. 24-25. И прошел о нем слух по всей Сирии. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками. И бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиграде, и Иерусалима, и Иудея, и Иордана. Вопрос. Почему Христос не спрашивает о вере никого из приведенных к нему? И ответ тут же следует. Потому что это самое уже было делом веры, что их привели издалека. Лунатиками, то есть месячными, называют беснующихся. Демон, желая уверить людей, что звезды злотворные, выжидает полнолуние. И тогда мучит, дабы за причину страдания приняли луну и бесславили создание Божие. Как и заблуждались манихеи. Ну и так толковали, вот так они, манихеи, еретики бывшие. Вот так, кстати, единственный раз, наверное, написано, что вопрос и ответ. Прямо так здесь написано, вопрос-ответ. То есть, вот, наверное, блаженный ферпилакт начал, когда составлять, ему, наверное, вопросы и ответы задавали, и он, наверное, так и записывал. А потом вошло просто уже как общий какой-то ответ. А здесь написано вопрос-ответ. Хороший. Да. Ну, как вот Игнат Тихонович, вот написал книги, читается, ну, вот на одном дыхании, я не знаю, я легко читал. Ну, и вообще читается, если что-то надо найти, вот, легко. Ты читал ответы вопроса, Игнат Тихонович? Ну, мало очень. Мало? Их 4 тысячи. Так что, есть что почитать. Очень интересно. Что-то, если узнать надо, туда ответ. Потому что даже по тематикам все разбито. Так и здесь тоже. Вот сразу не надо выводов каких-то делать, если не знаешь Слово Божьего. Нужно обязательно помолиться Господу. И Господь даст силы осознать, понять, как, прочитать что-то. Тем более с такими сейчас материалами. Там у вас где-то в Омске-то приход какой-то у тебя? Или община у вас? Я ходил в РПЦЗР к храм новомучеников, исповедников российских и царственных мучеников. Отец Василий Савелик туда приезжал. Отец Аким заезжал уже, когда в раздрай пошел. Он поведал, что мы о каноническом общении с московской патриархией. Он рассказал в Омске-то нашему. И они такие, его посыпали пепель. Что же вы? Да. Ну вот туда ходил. Но они сейчас... Так вы родились, по сути дела, в секту. Потому что они ругаются друг с другом. Был епископ, сейчас епископ перешел вообще в другое место. То есть идет какой-то такой, колется, раскалывается, на нем все части. А храм казачьего... А это все бывшие РПЦЗР, то есть мы когда-то были вместе. Именно. И Ишимский вот этот, и Евтихий, он тоже... То есть вот этот приход в Омске, он ему тоже под его руководством был. Ну оно все было до дальнего суда было. Все, а сейчас все это... Гляди, вот у нас, гляди, Чадов подрастает. Чадов, а вы были в РПЦЗР. Вот как им объяснить, что они в такой странной общине? Я вообще не знаю, что с ними делать. Вот так вот. Попробуем. Мы-то все пришли, зная всю подоплеку событий. А сейчас Патриарх, последнее выступление. Так он громит этих большевиков. Да такими словами приятными еще. Полный рост. Но никогда не скажет о Сергеем Строгородском, который является руководителем их патриархии. А ведь он поставлен вере и Сталину. Он поставлен из единственной кандидатуры его. Другой не было. Патриархи, да. Вот так вот. Что им нужно сделать, чтобы из них принести покаяние и выбрать, что вообще правильно, как бы сделать, если бы они решили исправить? Я не про это хотел сказать, я хотел сказать, как ты это все объяснишь своей малышке. Она вообще ничего не понимает. Большевики, меньшевики, эссеры, белогвардейцы, Деникин, Колчак. Мамами, я только подумаю, как им рассказывать об этом. Никто ничего не поймет. Не надо. Как не надо? Ну, здрасте, не надо. А истина и правда, где они ночевали у нас? А про святых? Вот про святых. А патриарх Тихон. А кто к нему приходил-то? Деникинцы и приходили с Колчаком. Просили благословения. Ты дай нам благословение, и с Божьей силой мы тут всех сметем гадов. А он говорит, нет, не можно. Бич Божий пришел на Россию. Ну, единственное, вот молиться, что Господь дал им разумение, понять это. Сейчас только начали возвращаться к тому, что у нас героическая страна после Первой мировой войны практически выиграла. Ее рассеиваю немцев и австрияков. С двумя странами вот такими мощными воевала. И сразу в гражданскую войну была брошена. И еще там у себя сколько полегло людей. И сейчас забыли этих героев. А там столько героев. Эти кавалеры там, кресты. Бросались на танки, на доты. Все было вот как у нас в эту войну. Сейчас пытаются показать, что русский народ такой, он всегда за веру, как говорится, царя и отечества. Сейчас даже пытаются рассказать, что и патриарх об этом, вот последний проповедь говорил, что он там знал человека, который воевал. И он говорит, никому не верьте, говорит, мы, говорит, шли. Не то, что, говорит, кричали там, слава Сталину там и советской родине. На самом деле, говорит, мы Богу молились. И патриарх поверил во все это. И так и говорит, вот теперь всех отпеваем. Ну, что воевали так за Бога. И за Русь православную. А со стороны-то посмотришь, там, большевик на большевите, НКВДшники еще правили нами сколько? До 91-го года. Когда на доты под танк бросаются, это не самоубийство? Это за ближнего? Или как это вообще расценивают? Что, вопрос, и тебе сейчас нужен точный ответ. Извини, я не фефилак болгарский. Ты как думаешь? Можно это отнести к самоубийству или нет? Нет, отчасти можно. Видишь, Валера он мечом умеет махать. Он бы как махнулся своим мечом, как дал танку по пяткам, и все, отлетели в гусеницу. Ладно, если уж на меня обратились, можно? Можно. Героев-то был их времен, как раз. Давай. Кто у нас, Деникин, после всей этой заварухи в России, был во Франции, доживал там свои дни. И он, когда началась Великая Отечественная война, очень переживал за Россию. И когда начались победы в Советской Армии, он сказал, русский солдат настолько стойкий, что его даже 20 лет советской власти не сломили. Интересно сказать. Интересно. Красочно. Ну да, да, да. Не, ну как, все понятно. Но представь, когда, ну, с немцами мы быстро разобрались, с фашистами, это все-таки враги. А вот с ЦНКВДшниками со своими-то как разобраться? Свои-своих-то убивали горами целыми. Вот тут вот разобраться как. Поэтому и говорят, до сих пор гражданская война не окончена. А почему? Потому что памятники стоят опять только в одну сторону. Памятники в одну сторону стоят. Вот. Где там этот, говорит, звезда так? Кому? Павшим за советскую власть. А павшим за истинную и правду Христову памятник никто не поставит. Памятник это наша память. Вот памятник этих святых. А так как мы их вообще не знаем, почему? Большевики победили, и победители всегда скрывают правду. И правда о мучениках была скрыта. Один из тех, кто решил показать эту правду, это Солженицын. Он решил показать, Александр Исаевич Солженицын. Он показал, он говорит, траги тех, с кем я был, и кто не вынес, кто не донес, кто не дошел, кого замучили, убили, заморозили и так далее. За всех них я буду посвящая вот эту вот, как он его назвал, опус такой, как это, очерк он назвал это, очерк. Очерк о том, что было. Страшный очерк, конечно. Многие не читают его даже, боятся читать. Страшный очерк. Как все было, правда, скрыто. И расстреливали тихонечко под звуки целых оркестров, или патефонов, или работающих машин. Расстреливали людей. Для чего? И в подвалах глубоко, чтобы никто не видел. А говорит, нам герои не нужны здесь. И мученики. А они, мученики, не от того, что увидели тебя или не увидели. Как написано в первых главах бытия. Кровь Авеля, говорит, вопиет ко мне. Бог сказал. Кровь вопиет. Кровь пролилась, попала в землю. И вопиет к Богу уже. Все. И Бог уже знает своего. И вот этих святых, как сейчас говорят, 9 десятых неба, русские святые, убиты тайно, а на небо вошли явно. Вот так. Вот теперь как их показать людям? Вот мы, как бы, маленькая такая искорка. А из искорки мы знаем, пламя возгорается, которая хранит память об этих святых. Вот наша политика, наши страны, они сами не знают, что нужно. Они то отпускают вожжи, и начинаются фильмы такие там показывать, ну, вообще, ну, о том времени. Потом чего-то испугаются, опять раз, все. Опять нету ничего. Опять как-то памятники, там, Жукову, там, всем этим полководцам, там, все-все. Опять, немножко гляди, интересно, смотри. Ленинград будет. Сейчас, чего он у нас? Даже не Петроград, а Санкт-Петербург. А область ленинградская? Двойная игра идет. Понимаешь, в чем дело? И везде такое, везде, везде, везде. А сейчас уже думают, зачем назвали Сталинград Волгоградом? Сейчас же такая память, понимается, о Сталинграде. Но представьте, сколько бы туристов у нас было, если бы это Сталинградом все-таки осталось. Давайте опять Сталинградом его сделаем. Ну, пожалуйста, ну. И там такие петиции у них, все. А власть уже не знает, делать не делать, теперь уже они. Сейчас, ну вот обратно, как пойдет, это все. А что, коммунисты уже, который год, выборы уже идут, там, они пятый раз эти выборы, через четыре года уже пятый раз, если они больше, они все время набирают 12, 13, 14, 15 процентов. Это очень много. Это зрелые люди, это там, не молодежь какая-то, сопляки там, за единороссов голосуют. Это понимающие люди, вот так. Поэтому, то, что сделано, конечно, уже сделано. Но память надо о святых наших хранить. Тем более, те святые, которые на Сергеи Строгородском стали святыми, а это только сразу около 30 епископов, которые петицию составили, чтобы он отказался от своей декларации. 30 епископов, их никто не поминает сейчас в московской патриархии. Почему? Некоторых они выдают за своих. Да, некоторых выдают. Это наш. Да, это правильно, да. Все действует такими же НКВДшными методами. Это наши, а то, что там Уманский там и так далее, все эти епископы, которые, ну, сами умерли, их просто отпустили, а они были против Сергия. Ну, просто никому не писали уже, так тихо померли и все. Они тоже их себе приписали. Хотя они пострадавшие все именно от него. От митрополита Сергия Строгородского. У нас даже дети эти задумались все, да что такое идет. Что-то неинтересно вообще началось революция. Ну, все, 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 успокойтесь. Главное, чтобы вы в революцию не пошли. Потому что не забудьте, что дети пойдут войной на родителей и умертят их. Не написано, что родители восстанут на детей и умертят. Родители вас любят. Как муж любит свою жену. Почему? Потому что ребрышко свое. Свое-то люблю. Свое, что от меня. Ты помачка живешь? А не написано, что жена любит мужа своего. Не написано. Почему? Потому что она из ребра мужа взята. Это не ее. У нее свое. Ей нужно возвыситься и показать себя. Вот она возвысилась. Показала. И на чем? Приготовила вкусный плод. Не готовьте этих вкусных плодов. Готовьте нормальную пищу, которую можно есть. С мужем не спорьте. С верующим. Что у нас там? Час прошел? Все. Вопросы? Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Должны ли христиане защищать истину с оружием в руках? Какую истину? Хотя бы родных и близких. Давай вот так скажем. Ну да, хотя бы так. Какой-то поближе вопрос. А то истину какую-то. Нет, я задал вопрос. Вы не корректируете, отвечаете. Да как не корректируете? Ну тут истина. Истина, она для каждого. Христиане истину. То есть за Христа, я понимаю. То есть за Христа. Вот христовые походы были. Не просто за Христа, а за Иерусалим наш родной, который мусульмане захватили. Сатанинская клика с Мухаммином во главе. И пошли, защищали его. Молодцы какие-то были. Христоносцы. Казалось бы. И чем закончилось это дело? Помните? Пошли защищать. Они в конце 10 века, первый крестовый поход, там 1996 год, в 99 захватили уже Иерусалим они. А в 1204 они пришли в Византию и захватили Византию. Разграбили ее полностью и 60 лет там властвовали. И сбивали православных католики. Вот и чем закончилось у крестоносцев, крестовые походы. Безумием закончилось и все. Гроб Господень мы отвоевали, говорят. Гроб Господень отвоевали. Вот молодцы какие. А Христос что сказал, когда пришли? Говорит. Вы Христа ищите распятого? Его нет здесь. Он воскрес и ждет вас там, где должен ждать. Идите туда быстрее, бегите. Он там будет. Вот так вот. Зачем этот гроб нужен был? Что нельзя было во Франции Христа найти? В Италии нельзя было найти? Нельзя. Не нашли? До сих пор ищут католики его. Еще в 1054 году вообще отказались от православной веры. Почему это в 1204 году такое безумие было? Захватили своих же единоверцев. Да там такие страшные резня такая была. Ужас. Говорит. С мусульманами так не поступали, как своих христиан властвовали. И радовались так добычи. Есть там такие гравюры, где они вытаскивают все. Рубят, там режут, вытаскивают эти сундуки с сокровищами. А откуда вытаскивают? Из храмов. Все же в храмы обычно. Мощи Николая, они везде ведь правильно? В баре. В баре. А сейчас нам частицы... Да что там Мощи Николая? Они все вывезли. Ну все, что можно, все вывезли. И все. Так что... То есть, как я правильно понял, оружие в руки они брали зря. Дело закончилось не тем, чем нужно. Ну, даже в Ветхом Завете написано. Поднявший меч от меча погибнет. Проливший кровь чужую, сам прольет кровь. Это Господь предупреждает. Потом не убей завет конкретный уже. Пятая заповедь. Не убей. Ну, а вот с братом спорили. Ну, а как же, а если они мать мою убивают, что мне стоять и смотреть на это? Придется стоять, смотреть. Ну, мать же стояла, смотрела книга Макарейская. Ветхий Завет 2, 7 глава. Она наоборот своих детей даже... Она еще подговаривала их. Ей говорили, иди, скажи своему сыну старшему. Пускай покажет пример-то это. Там еще шестеро. Чтобы бросил. Она к нему подходит и говорит, ты знаешь, что я мать твоя. Я тебе говорю, что мы с тобой встретились там, на небесах. Ты должен здесь сейчас совершить все до конца. Не бойся этих мучителей. А там какие обстоят, как бы за веру там, да, было гонение или за что? Или просто война была? Ну, и против иудеев восстали язычники. И требовали от них исполнять языческие законы. А от своих отказаться. Тут речь о вере. О вере, конечно. Ну, и что это? Ну, а как? Тут надо смотреть обстоятельства какие-то. Ну, а если просто пришли убивать, то надо в ответ тоже вместо щеки подставлять. Надо обезвредить врага как-то. А, обезвредить? Подожди, не обязательно его убивать. Ну, да, это другой раз. Но желательно. А как иначе? Ну, ты открой ворота дома своего. Пускай они будут открыты. Не берегись ничего. Зачем? Сигнализацию не устанавливать. В Потеряевке ты закрывал ворота? Что, почему не понимаю вообще? Армию давай... Ты в Потеряевке на Соманном жил. Армию давайте распустим. МВД тоже упразднил и так далее. А мы что, мы не говорим, что христианское государство можно сотворить? Я говорю, невозможно сделать христианское государство. Виталий, теоретически обезвредить можешь, убивать не можешь. Я и говорю, надо... Теоретически это да. Защищать по-любому надо. Ну все, ты беги там, ну... Кидайся там на кого-нибудь. Тебя прокнули и все, ты ничего не... Надо знать, как защищать. А как? А как? Ядерная боеголовка. Ядерная боеголовка. Он говорит, если есть семье, ты на паре семье. Зачем по-любому там головки? Он помельче. Если всех переэто, так нам никто и не придет. Да помельче, он просто пока... Нет, он имеет в виду частность. Да нет, брат, брат... Нет, брат, это человек... Ну, та же самая болезнь, что у всех, кто приходит с любой патриотией или из мира. Патриотизм ложный. Да, патриотизм ложный, да. Все, понятно. Первым делом надо отказаться от ложных целей всех. А чтобы твою мать тебя на глазах не убивались и молились как следует. И до конца стой за истину Христову. До самого конца. Даже ты будешь уже видеть, что кажется, уже должны всех на твоих глазах убить. Ты до конца за истину стой. И слова истины и здравого смысла говорит. Дух Святой тебе подскажет. Виталий, такой вопрос был уже задан. Все, поэтому... Ну, если ты умеешь обезвредить, там, борьбой занимался или там, встык удал так, что он раз, рухнул. Молодец, пожалуйста. Ну, оружие это ты, если возьмешь оружие и будешь стрелять, понятно, ты убьешь. Ты же не можешь там ходить как терминатор и только стрелять по рукам и по ногам. Как он бух-бух потом подошел к мальчику и говорит. Нету потерь, нету, все живы. Защищать надо. А американцы вообще придумали еще лучше, чтобы не было убийств людей, а не придумали инопланетян. А инопланетяне-то вообще не люди. Все, в них ты можешь стрелять. Вот те же себя иллюзии, вот это и вот, что инопланетяне прилетят, нас захватывают. Вот тогда можно... Тогда можешь спокойно... Убивать, да? Их убивать, да. Ну, не убивать, а, не знаю, ликвидировать или там чин-чин-чин-чин-чинкать. Пускай будет называться это. А пока здесь люди есть, такие же, как ты, они все самоследники вечной жизни. Господь говорит, хочу, чтобы все пришли в разум истинный и ко мне пришли, в Царство Небесное. Все, а ты его лишишь этого. Может быть, он на твоей смерти или на смерти твоей матери спокается и совесть проснется. Или как Лонгин. Копьем раз, и кровь попала Христа на глаза. И раз, и прозрел их. Их. Так это Сын Божий. И Евангелие все зафиксировало это. Жития святых дальше нам подсказали. И ушел из армии. Перестал быть. Как так ушел из армии? А с ним еще ушли. И двое с ним остались до конца. Другие там не до конца, не смогли. А эти до конца. Из римской армии ушли, из региона, да. Жития святых это говорят. И потом его пошли искать. Как так? Надо этого дезертира найти. Нашли. И что? Убили. Мученик Лонгин. Слава Богу. И с ним еще двое. И тебе того же желаем. Так он сам открылся им еще. Накормил все. Потом говорит. Ну, братья мои римляне. Вот он я самый есть Лонгин. Да как так? Ты такой нормальный мужик. Свой в доску. Уже видно, что пораненный весь ты там в таких боях был. Мы тебя не можем убить. Но вам же сказали. Поэтому давайте. Давайте, братья мои римляне. Давайте. Но я буду на небе, знаете. И вам туда же советую прийти. Долго они мучились. И уже со слезами на глазах голову ему отрубили. Но я думаю, что потом они покаялись и все-таки пришли тоже. А он так радовался. Говорит. Ну, пожалуйста. Ну, отрубите мне голову уже. Ну, так как это в царство небесное, как Христос. Ну, спасу нет. Вот как нужно рассуждать. А ты? Вот там как? Да где учиться? Сейчас пойдем. Вот как у нас брат ходил там на айкидо. Мечи вот такие. Такие странные. Такие. Что за губоль. На что? Как ударю, отеку только руку, а не голову. Ну, ничего нет у этого, брат. Есть только вот твой голова и твоя вера. Вот в сердце. Все. И вот, братья и сестры твои есть перед тобой. Вот. Ну, смотри. Если что-то надо тебе, начинай молиться. Господь все усмотрит. И Господь. Вот чувствуешь, что ты. Мы тут вот здесь, вот прям беседа была с отцом Афанаилом. Я ему сюда принес телевизор. Грабину. Тогда еще у меня спина не сильно болела. Поставил видеомонитофон и включил ему спасение рядового Райана. Фильм такой есть. Про войну. Очень красочно снятый. Прям там внутренности разлетается все. Показал ему всю эту войну. И говорю ему. Ну, как тебе война? Защита вот там и так далее. И главное, что в конце любой войны все говорят, чем мы там занимались. Друг друга просто изничтожали. Зубами рвали. А теперь там через несколько лет обнимаются, целуются, плачут. Совесть проснулась. Что же мы делали? Кто же мы такие были? Мы звери были, не люди. Мы в аду находились. При сподней. Что только там не говорят уже. А поздно. Ну, для них может и не поздно. Они могут покаяться. Они живы. А другие-то с их помощи ушли в ад. А мы должны всем помогать только и все. Тебе уже легче, как говорится, мучеником быть. Какой пример ты дашь? Это в Житиях Святых сплошь и рядом. Он Андрей Стратилат и его воинство 2589 мучеников, этих воинов его. Победили уже турок, будучи... Ну, они как бы под таким залогом сказали. Мы поверим тебе, Господи, если мы эти 30 тысяч турок победим в 5 тысячи или 10 там. И раз и победили этих мусульман, короче, всех порезали они. Ну, он говорит, ну чего, воеводы. А воеводы их всех проповедовали на Христе. Они, ну да, победили. Ну, чудо есть. Веруюте во Христа? Веруем. Ну, а теперь, говорит, никого убивать мы не будем. Так? Ну, все, теперь не будем. Мы же христиане, все. И все. И на них пошел отряд 10-ти тысячный. Они пошли от него уходить. Уходили, уходили, уходили. А потом какие-то горы зашли там в ущелье. И он говорит им, ну чего мы все время убегаем и убегаем. Ну, нам воевать не придется. Нас никто не отпустит. Давайте уже, как мученики Христовы, предстанем пред Ним. Давайте. И они встали на колени и стояли, ждали, пока это все воинство не зашло в это ущелье. И, говорит, и летели их головы, как осенние листья на землю, когда их посекали воины. Вот так вот. Так что, давай, читай Жития Святых примером. Насыщайся. Слово Божье. И вперед из песни. Бог откроет. Но не откроет. Будешь там, где все. Зато у тебя очень много. У тебя невероятный трудогологики. Против слов Христовых. Ну, все, молимся. Ну, не будешь эту трудогику искать. Достойно есть, якобы, истину, блажите тебя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без истления Бога, Слова Родшую, Сущую Богородицу, Церкви Величаем. Батюшка, благословите нас по домам. Слава тебе, Христиан. Слава тебе, Христиан. Аминь. Все, с Богом. Спасибо, Христиан. Спасибо.